Итоги вчерашнего совета регионов были озвучены сегодня на совещании в облгосадминистрации. Представители власти считают, что прошедший год выдался трудным и только благодаря достигнутым договоренностям президента и правительства с Россией удалось избежать финансового коллапса. Подробности далее. Одним из главных вопросов, рассмотренных на совете регионов, стал проект бюджета на следующий год. Считают, полученные ресурсы будут направлены на решение многих социальных задач. Размер минимальной заработной платы будет увеличен в среднем за год на 8,2%. Это с 1 января – это, вернее, 1218, с 1 июля – 1250 и с 1 октября – 1301. Размер должного клада работника первого тарифного разряда вырастет на 18,7%. Прожиточный минимум на 8,1%. Важнейший ресурс развития регионов, заложенный в бюджет 2014 года – средства Фонда регионального развития. На эти цели предусмотрено 3,5 миллиарда гривен. Это в пять раз больше, чем в этом году. Запорожской области обещают 100 миллионов. Появится возможность сконцентрировать средства и завершить реконструкцию Дворца спорта «Юность» в Запорожье. В первую очередь областного противотуберкулезного диспансера, пищеблока областной клинической больницы, Дома культуры в селе Новобогдановка Мелитопольского района, а также строительство Кушугумской поликлиники и ряда других важных объектов социального назначения. Также на совещании докладывают о работе аварийных служб в празднике. Создан областной оперативный штаб и штабы на территориях. Проведено уточнение карт-схем и зону возможного головынику на территории области надзвучайных ситуаций, которым вызначены делянки, места и выставление силы, засобов реагирования. «Не дай бог мокрый снег и минус 2 обеспечит нам счастливую и веселую жизнь. Поэтому внимательнейшим образом на все службы дорог раньше 21 часа 31 числа, начиная с вас, никто домой не уходит. Никто домой не уходит. Все должно быть под вашим контролем. У кого праздники, а у нас с вами работа». И уже на этом совещании руководитель региона поставил задачи на будущий год. В течение января в каждом районе должен быть создан общественный фонд «Инвестируем в будущее», который займется решением наиболее актуальных проблем края за внебюджетные средства.